У нас сегодня такой замечательный повод в этой сцене. Мне, конечно, с большой радостью хочется и порасспрашивать нас, как вам живется, и узнать, какие проблемы есть, какие вопросы есть. Министр социального развития Пермского края Татьяна Абдулина в гостях у ветерана труда Сареи Шайнуровой. Женщина находится на надомном обслуживании. Сделать элементарную уборку, вынести мусор, купить продукты или лекарства уже трудно. Поэтому в краевом Минсоцразвитии оказывают пожилым людям необходимую помощь. Нам-то ведь важно, чтобы вы дольше оставались в своих привычных условиях. Сегодня социальные услуги на дому получают более 10 тысяч пенсионеров. Юлия Харламова работает соцработником у Сареи Набеевны уже 4 года. Помогает в быту во всем. Приходит 2-3 раза в неделю. Всего у Юли 15 человек на обслуживании. Очень нужна такая помощь. И считаю, которые люди лежат, им вообще необходимо. Потому что родственники не все могут это делать в течение дня. То есть мы приходим и что-то там, памперс поменять, покормить лежачего конкретно. Мы в них очень нуждаемся. Без них мне не прожить. Мне не прожить. И не только если 2 раза. Если иногда мне надо в субботу, в воскресенье что-то, я звоню, прошу. И никто еще ни разу не отказал. Кроме надомного обслуживания, Минсосразвитие ведет проект «Семья для пожилого». В первую очередь это альтернатива стационарному социальному обслуживанию. Одиноких ветеранов устраивают в приемной семье, а опекун за это получает ежемесячную выплату из краевого бюджета. Благодаря проекту число ветеранов, проживающих в стационарных учреждениях, уменьшается. Все чаще их берут под опеку. Сегодня в семье устроены почти полторы тысячи человек. Стационарное обслуживание граждан, это, конечно, предусмотрено нашим региональным законодательством. Но мы считаем, что это, конечно, не самоцель. Потому что все-таки в привычных условиях человек может дольше сохранять свою активность, долголетие. И для нас крайне важно сохранять именно нестационарные такие формы оказания социальных услуг. Прямо бальзам на душу. И буду радоваться долго еще. Развитие добровольчества и волонтерского движения – еще одно направление работы с пожилыми людьми. Ежегодно более полутора тысяч волонтеров участвуют в их жизни. Это не только благотворительные акции, но и проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов и концертов, а также непосредственное общение. Максим Суханов, Ярослав Алакин, телекомпания «Ветта».